Продолжение следует... ...пассажирском терминале Алма-Атинского международного аэропорта. Из представленных ранее моих роликов я объяснил, кто и почему развернул клеветническую деятельность против Акима города Алма-Аты Виктора Храпунова, собрав в одну кучу всё, как в народе говорят. Задержка в строительстве пассажирского Алма-Атинского терминала происходила несколько раз. И самая главная задержка произошла из-за подписания премьер-министром Косможемартом Токаевым безотзывного гарантийного письма в пользу туринской компании DHT Construction, в результате чего германский партнёр отказался с нами сотрудничать, и мы потеряли 6 месяцев, пока нашли очередного партнёра по строительству этого терминала. Второе серьёзное, так сказать, мероприятие, которое сорвало строительство терминала ЦИИ, из-за нападков на строителей-монтажников со стороны Дориги Назарбаевой и Рахата Алиевой, которые в СМИ Дориги развернули клеветническую пропаганду, переводя стрелки со строителей-монтажников на Акима Храпунова. После того, как газета «Караван» напечатала на первой странице крупными буквами заголовок «Терминал-Терминатор», я дал команду провести испытания семинала на сейсмическую устойчивость. Путём динамических испытаний терминал испытания выдержал, но строители потеряли около 4 месяца. И самое, что было не совсем приятно, я бы так сказал, то, что СМИ начали манипулировать нормативным сроком строительства. В соответствии с требованиями СНИП, это строительная норма и правила действия, что тогда в Казахстане каждый объект строительства имеет нормативный срок строительства. А нормативный срок строительства – это не что иное, как расписанный полностью технологический процесс, начиная от котлован, окончая последними моментами наладки оборудования всего. И технологический процесс составлял 36 месяцев терминал пассажирский Алматинского международного аэропорта. И кто бы что ни делал, раньше этого срока практически невозможно было что-то построить. Да, можно на короткое время, может полмесяца, месяц изменить, но не более того. Это, если хотите, как женщина должна выносить ребёночка в течение 9 месяцев, что, конечно же, не соответствует тому, что 9 женщин могут вывести этого ребёночка за 1 месяц. Как видим, нормативный срок строительства был определён при проектировании 36 месяцев. Мы заложили символический первый камень в фундамент терминала Алматинского аэропорта 15 декабря 2000 года. Скажу сразу, это был политический вопрос, дабы снять все клевотулки по строительству нашего терминала, чтобы не было отхода назад. Первые деньги строители получили только 29 января 2001 года. Следовательно, отчёт должен начаться 1 февраля 2001 года. 1 февраля 2004 года должен быть срок окончания этого терминала. Назарбаев под напором средств массовой информации дважды направлял своей комиссии проверять ход строительства терминала. Первым приехал в Алмату министр по чрезвычайным ситуациям Шалбай Кумаханов, который досконально прошёл все, так сказать, этапы строительства и остался доволен, доложил, что всё ведётся по плану. Конусултан Назарбаев, поддавшись напору до ЕГИ, отправил с комиссии в Алмату уже премьер-министра Казахстана, в то время Даниила Ахметова, который увидел же другой уровень готовности данного терминала и был удовлетворён увиденным, доложил президенту о ходе строительства терминала. Терминал был полностью готов к открытию 15 декабря 2003 года. 16 декабря мы подписали акт ввода в эксплуатацию, но администрация президента, сославшись на занятость главы государства в День независимости, определила новую точку открытия терминала 29 декабря 2003 года, сославшись на то, что президент прилетит в Алмату встречать Новый год. Президентский самолёт прилетел с опозданием в Алмату по партоколу, Аким обязан встречать президенту трапа самолёта. Когда самолёт вылетел из Астаны, мне позвонил генерал и сказал, Ваке, вы знаете, как я к вам отношусь? Здесь, когда провожали президента, ваши друзья в кавычках, я думаю, вы догадываетесь, кто это был, наговорили президенту, что у Виктора там ничего не готово, эскалаторы не работают, телескопические рукава не работают, схема приёма-выдачи багажа не работает, схема регистрации не работает, там один фасад, больше ничего нет. И если это действительно так, я хотел бы вас предупредить, что президент улетел отсюда злой, как он сказал, вы сразу извинитесь, скажите, мы не готовы, перенесём, тогда он вас поймёт. Я ответил, что готовность 100%. Спустившись по трапу самолёта, Назарбаев спрашивает у меня после короткого приветствия, «Ты готов к открытию терминала?» Отвечая «Готов». Он так внимательно посмотрел на меня, как будто не веря в то, что я ему докладываю. Я видел, что из самолёта Назарбаев вышли министры, подошли к нам, и вдруг президент Назарбаев в резкой форме говорит министрам, идите все в зал, ждите меня там, нечего здесь околачиваться. Потом пришёл очень темнее. Такое было впервые. Говорит, ты тоже иди туда, и жди меня там. Я повернулся и видел Тимура Кулебаева, который тоже прилетел этим самолётом с президентом. И тогда я понял, почему была такая реакция президента, поскольку они весь полёт обсуждали, какой Аким Алматы плохой не отдает терминал Тимуру Кулебаеву и инициировал судебное разбирательство по незаконному захвату технологии Алматинского аэропорта. Назарбаев перерезал ленточку, и все вошли в здание терминала. Всё кругом блестело. Вывелся морозный солнечный денёк, и в зале терминала играли лучи солнца. Президенту дали слово, он сказал приветственное слово, поблагодарил строителей за строительство терминала, и в конце речи симфонический оркестр сыграл гимн Казахстана. Президент досконально проверил все цепочки технологического процесса в терминале, от регистрации пассажиров до посадки в самолёт. Особенно он заинтересовался работой системы оформления и выдачи багажа. Осмотрев эту систему, которая работала в автоматическом режиме, и даже последняя стадия контроля над багажом, в случае выявления в этом багаже либо взрывчатого устройства, либо легко воспламеняющихся средств, автоматически этот багаж вывозился за пределы терминала, и там уничтожался тоже в автоматическом режиме. Зарбаеву этот вопрос понравился, и он дал поручение Тимирхану Досмухамбету, в то время он был управляющим делами президента, чтобы всё лучшее с этого терминала было применено при строительстве терминала в городе Астане. Далее он спросил, где таможня, показали, как работает таможня, тоже в автоматическом режиме, остался доволен, и наконец спрашивал, а где граница? Мы подошли к стойке, за стойкой сидел молодой лейтенант, который взял документы президента, всё проверил по списку, сделал отметки, и сказал, всё, можете проходить. Президент удивился, 22 секунды мы потратили на всё. У меня единственное был самый короткий досмотр по границам службы, 15 секунд, это был Израиль. Видно было, что он доволен, поскольку прошёл по всем цепочкам, выискивал, что же не работает, но, к счастью, всё работало. Мы перешли в их зал, где был накрыт чай на столе, зашёл туда Тимур Кулебаев, президент мне говорит, терминал передай Тимуру. Я говорю, ну, Султан Андреевич, мы столько денег потратили, более 53 миллионов долларов на строительство терминала, пусть восполнит нам эти деньги забирает, мне всё равно, кто будет им управлять. Честно сказать, Назарбаев распилипел, не попрощавшись, забрав с собой Тимура, вышел из ВИП-зала, сел в машину и уехал. Все, кто был в ВИП-зале, были шокированы. Ну, ну, Султан Назарбаев нашёл в конечном итоге силы, справился с собой, и неожиданно позвонил мне и пригласил меня с Лилой Калибекиной к себе 31 декабря домой, как он выразился, будем вместе встречать новый 2004 год. Это было впервые за 6,5 лет моего служения на посту Акима города Алма-Аты. Всё это время мне не давало покоя, как могло такое здание, где на первый взгляд было столько мало горючих соответствующих материалов. Сгореть, причём так быстро, и самое, что удивительное, из-за какой-то фьютюрницы. Как я вам уже говорил, у меня не было в Казахстане, когда произошёл пожар. Я вернулся через неделю и сразу задал министру ЧАЭС, тогда был Шабай Кумаханов, говорю, вы сами-то верите в то, что вы написали в акте, что этот терминал, введённый в строй действия в 1972-1973 годах, вдруг сгорел за какой-то фьютюрницей. Он говорит, веришь, не веришь, но действительно так, и вот Кэрбек Шушанч оказался там совершенно случайно, и он называет конкретных свидетелей, которые видели всё это, откуда всё началось и почему всё это в конечном итоге сгорело. Есть очевидцы, три очевидца, официант Кобзев, техничка, другие лица, значит, там находились служащие аэропорта в этом ресторане и в фойе. Они видели, что оттуда пошёл дым. Ну, я тогда начал сам досконально разбираться в этих вопросах для того, чтобы учесть при строительстве нового терминала. И, как ни парадоксально, но выход я нашёл в... Из акта служебного расследования, проведённого ведущим инженерным составом и руководством аэропорта, на кухне ресторана Аэросервис произошло объёмное возгорание масла во фритюрнице с выбросом горящего масла на стены кухни и на пластиковое покрытие вентиляционного короба. Этот предварительный вывод в дальнейшем подтверждает и правительственная комиссия. Загорелось масло в фритюрнице. Этот огонь перекинулся на короб, который был защищён синтетическим материалом, который загорелся. А там до кровли было рукой подать и огонь по этому воздуховоду по коробу поднялся на кровлю и там загорелся горючий утеплитель. И вот этот горючий утеплитель распространился очень быстро на всю кровлю и всё здание охватило огнём. Я начал дальше заниматься и нашёл даже был приказ по гражданской авиации Союза СССР, когда в 70-е годы строили терминалы и применяли по СНИПу этот материал как утеплитель. А когда произошли несколько пожаров на таких же зданиях аэропортов в Советском Союзе, был принят приказ о том, чтобы заменить этот утеплитель на негорючий. Но, к сожалению, не в советское время, не тем более в наше время в независимости Казахстана никто палец о палец не ударил для того, чтобы заменить горючий утеплитель на негорючий. И это всё вызвало, естественно, усложнение при том пожаре, который произошёл в аэропорту. А тому версия о поджоге появляется в первые часы. Я думаю, что сам у себя никто поджигать не будет. Но, во всяком случае, это пока у нас вот такая версия. А нужно было всего лишь навсего в тот момент времени, когда пришла управляющая компания, а что у нас творилось с гражданской авиацией в то время. Я помню, что даже врач по профессии гинеколог поуправлял гражданской авиацией в Казахстане. Что можно говорить о уровне эксплуатации всех этих зданий, сооружений, самолётов. Я ничего против профессии этого человека не имею, но каждый должен заниматься своим делом. И я заинтересовался всё-таки, кого же вводили от ответственности в том далёком 1999 году 9 июля. Вводили от ответственности управляющую компанию Алма-Атинским международным аэропортом, который возглавлял никто иной, как Тимур Кулебаев. Нужно было просто провести ревизию всех директивных документов, всех предписаний, всех приказов гражданской авиации СССР и Казахского управления гражданской авиации и нужно было заменить этот утеплитель. И дальше, каков был уровень эксплуатации, не работала пожарная сигнализация. Значит, уровень эксплуатации был на достаточно низком уровне. Почему сразу не вызвали пожарную охрану, вызвали только через 20 минут, которого было достаточно, чтобы все здание терминала было охвачено пожаром. Значит, не было инструкции, не было приказа по этому международному аэропорту, что необходимо сразу вызывать пожарную охрану, а пожарная охрана, судя по тем записям, которые были проведены во всех журналах, приехала 16 минут потратив на свою дорогу. Я сразу прикинул, откуда они приехали, и понимаю, что именно это время достаточно было пожарных. Еще раз говорю, значит, уровень эксплуатации был на низком уровне. Сигнализация не работала, пожарную охрану сразу не вызвали, а когда пожарные приехали, оказалось, из 6 гидрантов не все работают. Это подчеркивает, что эта управляющая компания допустила грубейшее нарушение, и обязаны были проверять действия этих пожарных гидрантов постоянно по графику. Ну и последнее, что там было, как говорили очевидцы того пожара, что якобы был недостаточный напор воды, у пожарных не было воды в достаточном количестве в их ямкостях. Но я думаю, что те насосы, которые качали воду из цистерн этих пожарных машин, она выливается буквально за считанные минуты. Нужно было подключаться к гидрантам пожарным и тушить пожар. Поэтому мое твердое убеждение, что руководство управляющей компанией, которое допустило такой безобразной эксплуатации этого терминала пассажирского международного аэропорта города Алматы, должны были сидеть в тюрьме. Но их увели от ответственности. Вот так в конечном итоге вышла на арену событий неродимая кухарка ресторана. Никто не восполнил ущерб, нанесенный государству, никто не ответил за ту безграмотную эксплуатацию этого терминала, и эта управляющая компания допустила это чрезвычайное происшествие в городе Алма-Ате. На этом, дорогие мои друзья, я хотел закончить повествование об алматинском аэропорте, но из Алматы мне пришло удивительное видео, которое я никак не могу обойти своим вниманием. Так что выберите с терпением, дорогие мои друзья, и не пропустите следующий выпуск, там будут подняты очень интересные вопросы. На этом я заканчиваю, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто еще не подписался, до новой встречи. До новых встреч.